Взаимопересекаются и там споры идут, кто главный. Да, 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 они там споры ведутся. До пена урта, вот, там, вот, это то же самое, рассматривая книги по шиваизму, книги как по шиваизму говорится, что сначала Шива, а потом Кришна, вот, вот, у Кришна этого наоборот. Ну, Шива, вы имеете в виду Вишну? Шива, я имею в виду. Так, а Вишна, это же как бы три бога, Вишну, Брахма и Шива. Да. То же самое, что в христианство взяло Шива. Ну, в шиваизме, представляю, что теперь первичный бог Шива, который потом был разделен на Вишну, на три иманации, Брахму, Вишну и Шиву. Шива разделена. Да, Шива на три элемента. То есть, изначально первое божество, протобожество Шива, Шива, вот, а потом он разделяется на три звена порождения Брахма, поддержания Вишну и разрушения Шива, там какое-то по-другому еще Шива называют, как-то еще термин забыл, другое название, другое название. Ну, ладно, я забыл уже. Да. Там есть я другое имя, другое имя, которое фигурирует. Фигурирует. Ну, Шива есть в трех видах. Это танцующий Шива, Шива Лингам. Лингам. И еще одно изображение Брахма Шива. Кстати говоря, по поводу Шиваизма, Шиваизма очень интересную информацию обнаруживал, Шиваиды трактуют действия, которые совершают младенцы. Младенец, маленький ребенок, приемка, который копается в песочнице, что делают маленькие дети? Маленькие дети берут песочек, естественно, не сгребают и делают колник. Да, то есть они говорят о том, что это инстинктивное протодействие, свойственное младенцам. Младенец в песке на инстинктивном уровне осуществляет создание Шива Лингама и поклонение ему. То есть, да, считается, что младенцы лепя-пасочки. Вот в этом они совершают создание Шива Лингама. И это только заложено у нас на генетическом уровне. И только мы рождаемся, мы осуществляем первичное поклонение Шиве, совершая поклонение Шива Лингаму из Паски. Вот такая интересная теория есть. Да, действительно. Да, 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 Шива Лингам. Хотя, хотя, Шиваиды, которые пишут в материале, говорят, что Лингам не имеет ничего общего на самом деле. С фалосом, хотя Лингам это фалос на самом деле. Нет, это почти как это не... Да, но есть авторы и духовные... Это мужское женское начало. Там Лингам и Йоний. Да, мужское женское начало. У меня дома есть, это Лингам, я привязываюсь его. И они там очень много, их сядут во всех храмах, эти Шива Лингамы по всей Индии, их везде, изображения, они везде продают. В принципе, это пенис на самом деле. На самом деле, да, мужское женское начало. И если мы рассматриваем, к примеру, коммуникации обезьян в стаях, то обезьян, которые демонстрируют, перед другим обезьянам, регенированный пенис, они демонстрируют акт власти, на самом деле, и акт влияния, доминирования. Обезьян, это та обезьяна, которая может показывать регенированный пенис, это та обезьяна, которая доминирует стаи. Вот, и они, да, 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 да. Потому что тематика Шива Лингама, я думаю, это тематика прото-символов древних. Вот, Лингама имеет семантику значений плодородия, плодородия-процветания. Плодородия-процветания. Плодородия-процветания, символ, очень интересный. А культу Шива, как я понимаю, там, не знаю, более четырех тысяч лет до Рождества Христова. Пять тысяч? Пять, четыре-пять тысяч. Четыре-пять тысяч лет. Вот, и по шиваизму, это первые труды, которые являются записаны, зафиксированы, это Ригведа. Ригведа, Самведа, Яджурведа. Это первые духовные тексты, которые, гимны, которые являются первой легензовой литературой. До этого нету ничего больше. Ну, это сама древняя, индуизия, сама древняя Ригведа. Самоведа, Яджурведа, Ригведа и что-то еще? Там четыре, или нет, четыре, четыре, четыре туда. Там гимны, описывающие по похвалу Богу. Кстати говоря, в Ригведе, и, по-моему, в Яджурведе, есть описание, так называемого, священного напитка, Сома, или Хаома, которое описывается, как какое-то вещество, которое йоги напили, чтобы получать связь с Богом. Современные ученые спорят, что это такое было. Там разделяли сомнения, что это либо диметилтрептамин, либо псилоцибин, говорят, либо что-то еще. Да нет, мне кажется, а хотя бы кто-то знал. Исоциды там делятся на две категории. И одни считают, к примеру, Уосон с женой Валентина, считают, что основой Хаомы и Сомы были псилоцибиновые грибы, а другая теория, это что Хаома и Сома это диметилтрептамин, содержащие вещества. В одной из книг Снислав Гроф описывает опыт общения со своим учителем, Параджа-йоги. И его учитель Параджа-йоги, ему, его дневник-рестник, говорит, что о традициях Хаомы, она не утрачена. И она во-прежнем вы не существует, но кулуарно. Так это химический состав? Да, это вещество, это напиток. Химического состава? Да, его варят. Так такое это же натуральное. Его делают, это напиток, его делают. Это не что-то растущее буквально, это состав. И учитель Снислав Гроф говорил о том, что эта вещь существует, она просто кулуарно существует, на ней распространена. Но формально это первое описание самого древнего психоделика, который только существовал более 4 тысяч лет назад, описание. В данный момент рецепта нету, но как бы в комментарии, что какие-то там люди... Это вы встречали где, в каких-то... В одной из книг Грофа есть описание, комментарии, что эти вещи существуют. Гроф признается его учитель, что он знает людей, которые эти вещи делают. Ну, Юнг, по-моему, тоже очень изучал эгоизм. Юнг изучал эгоизм, но Юнг не изучал именно эти темы, имеющие отношение к веществам, изменяющие состояния сознания. Он эти вещи элегантно... Это Гроф, скорее, многие вещи комментируют, связанные с такими... Ну, вообще, конечно, Шивейты курят, и Садху эти курят, я видела. И бывают даже брахманы курят. Ну, основном, Гаршиш и Мариквана. Да, да, в основном вот это. Ну, брахманы, вообще, как бы, вот те брахманы, которые я видела, у них, конечно, глазки ясные, они умненькие такие, ну, то есть, ты видишь, как бы, видящие они часто. Да, 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 там я слышал, там специфические формы приготовления этого Гаршиша, они по-своему готовят его, вот, то есть, это не что-то... Нет, по-моему, какой-то есть разный по месту произрастания. Ну, какой-то рецепт специальный. Так уж не готовят, это же пластилин. Там что-то делают, я знаю, сниму, что это не какой-то обычный просто Гаршиш, Именно для медитации, который используется именно теми шиваитами, которые уходят в горы, чтобы покурить Гаршиш, чтобы, да, 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 форма медитации, чтобы... Шива любит... Травку, да. Шива хорошо любит травку. Да, 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 это вещество Шива, да, марихуана. А он здесь изображается на многих картинах и там древних вот этих... Он изображается с... Курящей, да, марихуану, да, 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 да. Да, поэтому эти вещи, на самом деле, имеют прямое отношение к культу, одно из самых древних культов, вот, и там, там культура приема, то есть, это там культура приема ритуальная, курить, то есть, это не курение в подбородне косяка. Да, это тоже познатие, какие-то обувины, безознатие, новая. Да, это совсем другие вещи, на самом деле, и они не имеют отношения к убыту какому-то специфическому. Хотя подобные же вещи существовали, скажем, и в Южной Америке, в Центральной Америке, по поводу табака. Вот шаман курит никотин, табак для того, чтобы слушать духов легче. Так, шаманы, по-моему, тоже какие-то препараты принимают? Конечно, принимают, но табак изначально, табак, как он курился, вы знаете вообще? Табак, триада, картофель, томат, табак, это ацтеки на самом деле. Кукурузка. Да, мои, мои, дети кукурузы, ацтеки. Они делали громадные метровые сигары, устанавливали их на таких вот палочках, поджигали, и ацтеки подходил, вот так брал с ртом на этот сигару, вдыхал, вот, у них глаза выпучат, и они падали бессознанием назад, посмотрите, вот, да. То есть, там вот этот удар, на самом деле, был химический, там вот такая интоксикация была мощнейшая. Одного затяга вот этой штуковины, люди уходили, там, не знаю, куда-то очень далеко. Вот, и комментарий Шаршаман курит табак для того, чтобы лучше слышать духов. А потом выгорание, что взяли и никотин завезли, и мы все курим его, вот, такой бытовухе, формально. Вот, то есть, выгорание культуры, которая имела отношение к духовному контексту, вот, приводит к вот такой вот популяризации, и десакрализации вещества, которое изначально имел прямое отношение к чему-то очень сакральным и очень-очень-очень интересному. Я знаю, что много людей, которые катаются в Индии, едут туда, в европейство, изучать йогу. Хатха-йога — любимая тема, много людей, например, институты хатха-йоги. Да, и раджа-йога, и хатха-йога, на самом деле, очень много видов йоги, кажется, выбирают уж, есть крия-йога, удаление-йога. Да, 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 да. Там их немало. Да, их там очень много разных. Я знаю, что там существует запрет на преподавание действительно глубоких техник европейцев. То есть преподает чаще всего такую, ну, people have it. Да, да. People have it, да. Почему? Потому что наши тела и наше сознание еще не готовы, они предназначены для определенных техник. Я знаю, вот, в тибетских посвящениях там тоже йога суму, например, она, тумо, простите. Суму, да, да. Йога тумо, она европейцам не дается, потому что мы можем выжечь. Тело может просто сгореть. Когда это энергия такого уровня, когда они сушат простыни. Да, даже они соревнуются. На морозе может мокрую простыни посушить. Да, ну да, в тибете. Йога тумо это восемь йога таропы, это скорее не Индия, скорее Тибет. И это передача буддийская, буддийские передачи. И там они не просто сушат простыни, они ведь даже соревнуются. У них соревнования, кто быстрее. Ну, это нарабатывается, вот эта определенная энергия, она обрабатывает этот канал, и выйдет. Ну, мы все для чего здесь? Мы стремимся для того, чтобы пробудиться. Там соревнования, и, немножко читая о йогах, практикующих восемь йога таропы, там они вообще не просто выслушивают мастера, у них там по факту в хождей состоянии намного метров вокруг. От них во время данного места они там все тают. Да, их нужно было увидеть, есть даже видео, я встречала на просторах интернета. Легенд, легенд, зачастую по буддий йогах, которые там, не знаю, за сюжетом ходят, не знаю, в тоненьких каких-то таких вот халатиках. Ну, да, да, да. Так, есть же дома находят, которые строятся в вечной мерзлоте, у них там нет, в принципе, никакой системы отопления, ни камина, ничего. То есть, живут семьи, и греет, просто, и тумо, они греются, обогревают. Вот фотографии домов этих есть, вот, а все время минусы, снег, круглогодичный. Ну, с храм с олей нет, например. Ну, там, там, цирковато. Ну, нет, ни пиаду лежал, снег, и без годичного. Там летом только, ну, нормально, а зимой там очень холодно. Ну, да, снег. Даже с севера, Индия. Восемь йог нарок очень интересная штука. Когда я помню, вы вычитывали те вещи, которые там находятся, больше всего шокировали. Это последние ситхи, которые там описываются, там, не знаю, допустим. Это способности йоги на вселяться в теле тела мертвого. То есть, йогин берет, концентрирует свое внимание на трупе мальчика, вот, и перемещает свое сознание в труп мальчика, встает и идет. А, встает и идет? Да, конечно же. И там описывается, по-моему, то ли седьмая йога, то ли шестая йога. Последняя, шестая. Да, по-моему, шестая. Возможно, на пхог, по-моему, и называется. Да, да. Выброс сознания там. Выброс сознания. То есть, встеление в труп. Еще йогин выбирает труп. Свежий. Да, да. Перенос сознания. Перенос сознания в другое тело. Я потом рекомендую кому-то погуглить книгу «Хрестоматия по восьми йогам нароках». Вот, и там вы найдете, и европейцев на кубе есть «Хрестоматия по восьми йогам». И там подробное описание практик, подробное описание, очень глубокое, того, легенд и мифов, которые существуют в контексте данных вещей. По-моему, одна из последних – это освобождение своего тела для кого-то. То есть, йогин может освободить свое тело для мертвого человека. А для чего? Чтобы другое душа другого человека вошла. Насколько я знаю, это йога, йога переноса сознания, она для того, чтобы перенести его в более высокие… Там есть и вселение в труп. Нет, ну понятно, что он это может сделать. Там есть описание вселения в труп животного. Йог взял, в голубку, по-моему, болел и полетел. Вот в труп мальчика. И там, по-моему, последнее – это освобождение своего тела. Да, освобождение своего тела. Я не говорю, ладно, потом. Посмотри, да, там шокирующие вещи описываются. Причем детализировано описываются. Там описываются с медитациями, описываются с деталями, подробностями, интересными. Вот эти вещи посвящения нужно научить. Да, да, конечно, да. Там требуется посвящение.